Сегодня 9 апреля, последний день священного месяца Рамадан, а это значит, что уже завтра наступит прекрасный праздник Ид Аль Фитр, или как его еще называют Ураза Байрам. В течение всего месяца мусульмане постились, совершали благие деяния, улучшали свое поклонение и работали над своим нравом. Этот месяц, как и праздник, является значимым для всех мусульман. Он пропитан атмосферой радости, чистоты и сплоченности. В день праздника Ураза Байрам двери верующих открыты для каждого гостя. С наступлением утра мусульмане наряжаются в чистую новую одежду, используют благовония, отправляются в мечи для совершения праздничного намаза. Наша съемочная группа отправилась на улицы города, чтобы узнать у жителей, как они готовятся к предстоящему празднику. Традиционно, так же, как и родители, это угощение, сладости, дети, которых готовимся встречать. Ну и так же гости собираемся по родственникам, к родителям. Я очень усердная. Я завтра приезжаю в село, там буду раздавать конфеты. Буду собирать конфеты с сестрой двоюродной. Мы покупаем много конфет, чтобы раздавать детям, много продуктов, чтобы накрывать стол. Готовим всякие традиционные блюда, как чак-чак, дамский каприз. Угощаем гостей и радуемся. Кроме того, в этот же день верующие выплачивают закат – уль-фитра, который является обязанностью каждого мусульманина. Оно служит очищением и искуплением за все ошибки. Больше всего праздник у Роза Байрам является долгожданным для всех детей. Ведь уже с ночи они готовят свои самые красивые одеяния для того, чтобы ранним утром начать собирать любимые сладости. Я покупаю подарки родным. Люблю собирать конфеты. Шарики ставлю иногда на окна. У меня дома есть арка, и на нее ставлю шарики.